дорогие друзья это вторая часть моего сегодняшнего видео который мы продолжаем обсуждать вопрос о возможной поставки ракет патриот в польшу возможно использование этих ракет для закрытия хотя бы части неба над украиной и о том что может иметь украина в результате тех серьезных дискуссий процессов которые сейчас разворачивается в рамках нато и в отношениях между соединенными штатами странами восточного фланга нато и в частности с польшей и так продолжим надо сказать что если другие варианты на восточном фланге нато для получения украины украиной систем противоракетной обороны аналогичный патриот так известно что в румынии развернута аналогичность патриот система французского и французско итальянского производства который называется мамба и перехватчиком в этой системе является ракета астр-30 ну там их несколько вариантов самый самый такой новейший вариант самый эффективный это астр-30 блок 1 дальность действия которой примерно 150 километров и как говорят специалисты как об этом пишут эксперты то есть эта система вполне вполне может быть сравнима система и патриот но она более локально она не так интегрирована а собственно говоря зачем украине эта интеграция со всем нато может быть без этого можно и обойтись короче говоря есть варианты которые украине стоило бы исследовать еще раз это система мамбом который франция передала и разместила на территории румынии таким образом вот и всей этой истории можно сделать вывод первый вот для меня лично вопрос не решен вопрос очень острый внутри польши в рамках внутри политической борьбы внутри нато вот этот инцидент с падением ракеты на польской территории вызвал большие волнения в польше она понимает что это жизненно необходимо не теоретически как это было до сих пор реально жизненно необходимо укрепить свое воздушное пространство как можно больше на глубину на восток на это это тоже понимает больше с присущим ей напором теперь давит на германию соединенные штаты мы дальше перейдем к соединенным штатам им тоже жизненно необходимо укрепление отношений к польши таким образом все это открывает возможность для украине паровозиком въехать в эту систему противоракетной обороны то ли с патриот пусть она будет не интегрирована в общую систему я не знаю конечно я не технар не специалист в этой области я не ракетчик но должны быть варианты не может быть чтобы вариантов не было или же второй вариант это вот тогда попросить французскую систему у нато как альтернативу то есть решение о патриот она не окончательная она острая и она будет так или иначе решаться тем временем тем временем heritage foundation я неоднократно вам цитировал этот мозговой центр это не республиканские и не демократические они вообще вне политики так по большому счету это я бы сказал так самое серьезное самое крупнейшее самый крупнейший мозговой центр соединенных штатов америки который наиболее влиятельным в области обороны и безопасности и вот они сделали доклад исследование но по поводу того какую роль играет польша сейчас в системе безопасности нато и какие перспективы и и взаимоотношения прежде всего военной области с сша почему именно польши потому что восточный фланг нато потому что сумасшедший сосед с востока я имею ввиду мордор но и война та агрессия которая россия ведет и так краткое резюме этого исследования heritage foundation кстати они начинают это исследование с идеи о развертывание системы патриот на восточных границах польши частности цитируется первоначальная реакция премьер-министра моровецкого это после падения после падения ракеты в пшеводу усиление пшеводу так вот как сказал моровецкий пассивность данной ситуации и в дальнейшем будет для нас самоубийством то есть нельзя уже сидеть сложа руки надо действовать и есть только один способ вовлечь польшу войну чего никто не хочет применение 5 статьи никто не хочет так реально это панически боятся в москве это очень не хотят во всех столицах стран нато так вот есть только один способ вовлечь польшу помимо всего вопреки всем нежелающим это сделать в эту войну с россией это отвернуться от поддержки украины то есть поддержка украины со стороны нато это ключевой вопрос жизненно важный для всего нато вот так и надо это понимать как пишет heritage foundation это вот рубленная фраза который надо высечь на лбу у всех тех противников дальнейшего финансирования дальнейшее оказание военной помощи украины помощи украине и с целью поддержания потенциала для победы над россией это жизненно важный вопрос для всего нато и heritage foundation отмечает что вот это заявление моровецкого отражает ясность мышления и твердую поддержку украины и именно это делает варшаву очень значимой значимой как никогда для соединенных штатов америки то есть восточный фланг нато он и раньше был очень важен в связи с сумасшедшим соседям на востоке но связи с агрессией той война которая сейчас разворачивается продолжается на территории украины польша стала фактически в рамках нато самым главным партнером соединенных штатов америки это и по решимости но другие там есть страны балтии которые не менее решимо поддержку оказывать поддержку украине большое им огромное спасибо но польша у нее больше территории у нее больше вооруженные силы она имеет больше возможностей сдержать врага если в этом потребуется необходимость таким образом польша стала самым важным партнером америки не только на военном но и на других фронтах что ли сражение с российской федерации это включает экономическая и энергетические фронты ну понятно почему это санкции с одной стороны с другой стороны это противо это отпочкование что ли или перерезание вот этого этой пуповины которая связывала европу с россией в области поставок углеводородов германия германия по-прежнему является как они говорят традиционно важный союзник америки в регионе во время холодной войны германия была главной потому что с восточной стороны от германии ансферга находилась гдр глупо советских войск германии и она была вот тем водоразделом теперь таким разделом стала польша это первое изменение которое произошло после развала советского союза второе изменение произошло связи с позиции германии который вот который хорошо обрисовал борис джонсон который мы говорили в предыдущем видео то есть вот это вечные споры в германии вот это вечное нытье помогать не помогать если помогать то как помогать это вечная нерешимость то есть это не какой-то не партнера нюня какая-то который но нельзя нельзя на такого партнера полагаться в вопросах войны и мир и вопросах безопасности польша совсем другое дело таким образом польша практически затмила германию и вышла на первый план это очень хорошо для украины потому что польша твердый союзник украины он прямо на границе их безопасность как как это ни крути она просто органически связана безопасность украины безопасность польши главного теперь союзника соединенных штатов в рамках нато но мы видим и проявление от этого изменения подхода вашингтона отношении вашингтона к варшаве в частности в ходе вот девятимесячные агрессии российской федерации против украины примером является вот этот аэродром населенный пункт джешуф который является основным хабом опять я повторяю когда вам что-то рассказываю я ссылаюсь на публичные источники информации я не раскрываю здесь секретов о том что джешуф что такое джешуф сейчас как логистический центр для украины об этом прекрасно осведомлены в мордоре и именно поэтому там развернута батарея патриот американцами и сами американцы не управляют не подпускают туда даже поляков ну и кроме того там расположена 82 воздушно-десантная элитная дивизия соединена парашютно-десантная дивизия соединенных штатов америки и если я не ошибаюсь там же ее представители занимаются подготовкой сил специального назначения для в ссу ну есть там некоторые другие подразделения которым работает американский персонал вторым направлением растущего сотрудничества между соединенными штатами и польшей как ключевого сотрудника сша в регионе стала инициатива так называемая трех морей где речь идет объединение усилий в области логистики инфраструктуры политических а затем последуют и военные аспекты этого сотрудничества стран региона черного адриатического адриатического и балтийского морей и вот вот этот развитие вот этой инициативы с моей точки зрения может стать да фактически уже на пути к тому чтобы с одной стороны оживить нато а с другой стороны создать нечто более молодое энергичное и жизненно жизнеспособно на теле несколько дряхлеющей структуры над дряхлеющей за счет стран старой европы но и здесь широчайшие перспективы открывается для украины если присоединить к этим странам еще то есть помимо континентальной стран континентальной европы которые находятся в бассейне вот этих трех морей если присоединить сюда еще великобританию и вот вырисовывается то есть до сих пор то шел крик вопли из москвы по поводу того что украина не должна входить в состав нато но если образуется формально подчеркиваю формально не связанный с нато новый союз которые войдут страны вот этих трех бассейна трех морей включая великобританию и украину то это будет не хуже чем нато даже лучше потому что не будет вот этого балласта в виде германии франции венгрии там будут активные боеспособные страны которым нужно будет только оружие которое американцы и и подадут таким образом вот как указывает исследование хэридыч фаундэйшн сейчас самое время для вашингтона и варшавы еще больше укрепить и усилить их уникальное многомерное партнерство и я подчеркиваю для тех которые скажут могут сказать но это ж между ними партнерство здесь аж украина подчеркиваю что всем понятно из высказывания и действий польского руководства нынешнего частности из высказывания вот примеры моровецкого который я вам призвал привел в варшаве прекрасно понимает что безопасность польши неразрывно связано и даже зависит от украины и для этого то есть настолько зависит что больше готова отказаться вот размещение дополнительных важнейших комплексов по на своей территории в пользу украины и это сейчас видимо главный основной лоббист интересов украины в рамках нато а учитывая что польша стала ключевым союзником соединенных штатов в рамках нато то польша это еще ключевой лоббист интересов украины перед соединенными штатами америки вот это я считаю открывает очень серьезные перспективы на этом я хотел бы закончить это видео в следующем видео я вам объясню и расскажу еще об одном очень важном вопросе который покажет что вот эта идея о необходимости скорейшего укрепления восточного фланга нато в том числе с участием украины является не просто дискутивным вопросом это тот вопрос который необходимо решать немедленно в связи с теми планами которые как считают американские военные аналитики имеются у кремля вот именно в этом регионе на северо-западе украины но это будет уже в следующем видео а пока дорогие друзья слава украине ее вооруженным силам враг безусловно будет разбит победа будет за нами мордор как и карфаген будут разрушены вам дорогие друзья мужество выдержки веры и надежды что победа к нам скоро придет до новых скорых встреч